В 10 утра группа поднялась на плато. Одной из участниц стало плохо, и она попросила спустить ее вниз. Группа разделилась, один из гидов, соответственно, пристегнул к себе эту участницу и начал спуск. Остальная группа двинулась к вершине. Буквально через полчаса разразился вот этот шторм очень сильный, резко понизилось давление. И этой девушке, которая спускалась вниз, ей стало еще хуже, хуже, она потеряла сознание, в течение этого получаса скончалась на руках у гида. Он остался на седловине, дожидался группы, ждал их до 3 часов дня. Погода ухудшалась катастрофически. В общем, он принял решение спускаться вниз один. Спустился вниз, ну и началась вот эта спасательная операция. Наверху же группа, по словам уже спасателей самих, что у них произошло, они остались тоже спускаться после вершины. Замело склон, там были перильные веревки провешены, они стали ставить свои собственные веревки. И одна из связок, она сорвалась вниз, человек сломал ногу во время падения. Это сильно замедлило движение группы дальше. Ну и когда они так все-таки медленно спустились к седловине, плохо почувствовали себя еще двое участников и тоже скончались. Прямо у них на глазах. Вот они, гиды, оставшиеся трое, разбили группу на 3 части и стали спускаться вниз уже, каждый в своем темпе. И вот в одном из сводов там люди тоже потеряли сознание на тропе. Их на балакушах доставили к подъемнику горнолыжному. И они там тоже скончались, не приходя в сознание. Смерть пятерых участников, это была именно смерть. Это была не гибель там от каких-то таких вещей, это была именно смерть от переутомления, от переохлаждения и вот какого-то внешнего воздействия. Поставали они вовремя, они в 2 часа на ратраке были уже на 5000 метров, в 2 часа ночи. Это нормальное, хорошее время. Погодное окно позволяло. И дальше вот случайности, вот в виде вот этого шторма, и вот в виде вот этого сломанной ноги, этого срыва связки, и дальше вот это все только усугубило ситуацию, и дальше по нарастающей все пошло.